Международную повестку обсудим с опытным политологом Владимир Фисенко в нашем эфире. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Да, добрый день. Владимир, за этот год, за эти страшные 10 месяцев войны, мы ведь наблюдаем кардинальную смену международных отношений. Вот та же Германия. Мы помним, как нам приходилось раскачивать эту лодку с дипломатами и первыми лицами этой страны, которая, казалось, намертво пришвартовалась у берегов России. И вот теперь какие заявления мы слышим? Ведь это еще одна наша победа и поражение России. Несомненно. Но это и горький опыт немецких элит, немецкого государства. Ну, правда, я сделаю поправку. Анна Леонид Бербак, она представительница партии «Зеленых». Эта партия и до начала большой войны против Украины, до 2014 года это было очень заметно. Они последовательно выступали в поддержку Украины, критиковали тогдашнюю политику того правительства во главе с Ангелой Меркель в отношениях с Россией. Но сейчас идет переоценка. Это ведь не только позиция партии «Зеленых» и министра иностранных дел Германии. Это и позиция канцлера Шольца, который сам неоднократно пытался договариваться с Путиным. Другой показательный пример – изменение позиции и публичное признание собственных ошибок президентом ФРГ господином Штайнмайером, который был одним из отцов Минских соглашений. Я напомню, в чем была суть политики Германии по отношению к России. Лучше торговать, чем воевать. Если будет масштабная, активная, динамичная торговля с Россией, газовые отношения с Россией, и Германии будет хорошо. И у России будет меньше мотивов проявлять свои агрессивные инстинкты. Я вот, например, имею даже личный опыт, мне приходилось неоднократно бывать вместе с коллегами в Министерстве иностранных дел ФРГ. Я помню, я спрашивал лично про проблему с северными потоками. Цитирую ответ дословно. Это не позиция немецкого правительства, это интерес немецкого бизнеса. Но и что получилось? А теперь Германия вынуждена от этого отказываться. То есть есть изменения политики, оно результат горького опыта самой Германии. Не остановили эти особые торгово-экономические, газовые отношения с Россией. Не остановили Путина, не остановили Российскую империю, которая пытается идти на восток. Ну и слушайте, немцам надо было всерьез воспринимать. Я вот тоже помню еще до 2014 года, еще когда я бывал иногда в России. Я помню, сам видел машины с этими надписями на Берлин. Это же было модно. Слушайте, ну сейчас не Вторая мировая война. Вы еще раз на Берлин собирались? Тогда это могло восприниматься какое-то бахвальство, какая-то неуместная шутка или такая политическая позиция чересчур радикальная. Но сейчас мы это уже всерьез рассматриваем. Поэтому я думаю, что немецким политикам приходится делать вынужденные уроки. И это действительно тенденция кардинального изменения отношения к России. Кстати, отмечу не только Германию. Но это уже больше касается отношений к Украине. Изменилась кардинальная позиция Европейского Союза. Это тоже один из важных трендов уходящего года. Потому что доминирование евроскептицизма по отношению к Украине, к европейским перспективам Украины было и в Германии, и в Брюсселе в руководстве Европейского Союза. А героическое сопротивление украинского народа, демонстрация, что может украинский народ, чего он может добиваться, в частности в борьбе с превосходящим противником. Это кардинально изменило отношение к нам. И я считаю, что это один из главных позитивных уроков уходящего года. Мы заставили смотреть по-другому на Украину. К России стали относиться по-иному, более критично, вынужденно из-за факта войны. А вот нас стали воспринимать по-иному из-за того, как мы выстояли в этой войне. Это правда. Владимир, и вот вы говорите теперь, немецкие политики вынуждены пересматривать свою позицию. Немецкий бизнес вынужден тоже отказываться от всех связей. Но правильно ли понимать, что более сильные страны, такая же, как Германия, которые ранее были в прочных отношениях с Россией, но сейчас, осознав, что эта страна настоящий террорист и убийца, они могут найти и политическую волю, и экономические возможности порвать все связи с Кремлем и Путиным. Но слабые страны, находящиеся в зависимости от России, им сложно, они не могут порвать с ней. Вот та же Венгрия, мы слышим, как пример этой стороны Орбан, то и дело, поддакивает Путину. И вот накануне заявил, чтобы война закончилась, нужно перестать помогать Украине. Дословно это прозвучало так, еще раз скажу, Украина сможет продолжать сражаться только до тех пор, пока Соединенные Штаты будут поддерживать ее деньгами и оружием. Если американцы захотят мира, то так и будет мир, так сказал Орбан. Вот как вы это прокомментируете? Я бы разделил позицию вот этих малых государств. Они ведь очень разные. И здесь нет общей какой-то позиции. Есть, например, относительно небольшие, но как минимум по населению, особенно по территории страны, например, Чехия, которая активно поддерживает Украину. Небольшая Чехия является сейчас одним из главных доноров Украины в помощи нам и экономической, и военно-технической помощи по приему беженцев из Украины. Вот там пример, когда и там была зависимость. Очень большая зависимость тоже от российских энергоносителей. Тем не менее, Чехия среди тех стран, которые сейчас наиболее последовательные сторонники активной масштабной поддержки Украины. Другой пример. Есть целый ряд стран и даже и Западной Европы, и в Восточной, и Южной Европе. Например, Греция, Кипр, которые имеют традиционные экономические связи с Россией, плюс связи по линии православной церкви. Ну, еще Болгарию можно добавить в этот же список. Там раскол. Часть политических элит, в принципе, и правящие правительства поддерживают санкционный режим и тоже критично относятся и к путинской России, и особенно к войне России против Украины. Но у них действительно есть экономическая зависимость. Там же Черногория, смотрите, как она тоже была связана, а сейчас пошла на какие риски, но она поддерживает Украину. В Черногории тут особая ситуация. Я бывал там еще до войны, в 19-м году. Там очень острая внутренняя борьба. Есть даже не пророссийские, а просербские силы, а они связаны с Россией. Активная работа российских спецслужб, огромное влияние сербской православной церкви на внутреннюю ситуацию. Но, тем не менее, Черногория держит оборону. И вот это как бы внутренняя борьба, ну нам это знакомо по нашей прежней ситуации, это как бы внутренняя борьба проевропейских сил и тех сил, которые связаны с прошлым, ну с опытом Югославии и так далее. Ну просто вот Греция и Кипр это те страны, где, ну помимо вот этих связей по линии православия и там давних связей с Россией, проявляется экономический интерес. Например, это использование танкерного флота для доставки российской нефти. Хорошо, тогда тот же Орбан, то что говорит Орбан, тогда он просто зачитывает послание из Кремля. Ведь можно эту фразу перевести как «У Путина больше нет сил и средств воевать». Пожалуйста, не помогайте Украине, не уничтожайте Россию, давайте договариваться. Ведь так можно перевести вот эти слова. Ну это одна из интерпретаций, я боюсь, что дело все-таки хуже. Орбан, к великому сожалению, выступает в роли почти явного агента влияния Кремля. Наверное, это единственный сейчас пример, уникальный пример, ну в кавычках уникальный, потому что он не позитивный. Это проблема для Европейского Союза, а также и для НАТО. Это вот особая позиция Венгрии. Мне кажется, в случае с Орбаном работает не экономический интерес, как вот, например, Греция или Кипра, работает симпатия к Путину. Его особая политическая, такая агрессивно-популистская позиция Орбана. Он и зарабатывает, конечно, на особых отношениях с Россией. Это как бы одна из основ поддержания его политического режима. Он получает по несколько сниженным ценам нефть и газ российский. Это ему помогает удерживать власть в Венгрии, но он искренне симпатизирует Путину. Поэтому он пытается продвигать его политические установки по отношению к войне против Украины. Ну и вот этот тезис о переговорах с Россией. Он наступает здесь своеобразным, скажем так, доверенным лицом Путина. Пытается продвигать его позицию. Но работает еще один фактор, к сожалению. Вот этот агрессивный популизм Орбана, он еще имеет и тоже такую неоимперскую основу. Вот что их объединяет с Путиным. Просто Путин возрождает Российскую империю огромную. Да-да, мы поняли шарф Орбана. А Орбан стремится возродить Венгрию в границах, которые были утрачены еще после Первой мировой войны. Отсюда проблема в отношениях со всеми соседями, в том числе с Украиной. И то, что Украина не шла на уступки Орбану, которые просто носили грубые требования Орбана, носили иногда грубый и абсолютно неприемлемый, недипломатичный характер. Это тоже вызывало негативное отношение у Орбана по отношению к Украине. Но что отмечу, вот мы говорили особая позиция Венгрии, это скорее особая позиция Орбана и его партии. А все-таки значительная часть венгерских элит, значительная часть венгерского общества, они прекрасно понимают, что Россия агрессор, Украина стала объектом агрессии, и надо в этой войне поддерживать Украину. То есть я бы не говорил, что эта вся Венгрия имеет такую же позицию, как Орбан. И тем не менее, Путин, где может, пытается разжечь пламя конфликтов. Ему нужно хоть как-то отвлечь внимание мира от Украины. И вот тревожная ситуация на Балканах. Сербия привела войска в полную боевую готовность и желает дестабилизировать ситуацию в регионе под влиянием России. И для этого всячески поддерживает бунты сербского меньшинства в косовских поселениях. Об этом заявил и министр внутренних дел Косово, отжелал Швечла. Владимир, это ведь и для Сербии тоже момент выбора. Они хотят быть со стороной изгоем России и плясать под дудку Кремля. Либо могут тоже сделать европейский выбор, как это сделала и Косово, подав заявление на заявку на вступление в ЕС. Чем все может закончиться? На самом деле, Европейский Союз, который прекрасно помнит войну в Югославии, на территории бывшей Югославии в 90-е годы, он стратегию постепенной интеграции западных Балкан, а западные Балканы это и Черногория упомянутая, и Косово, и Сербия. Это регион потенциально конфликтный и со своей кровавой историей войны в 90-е годы. Поэтому стратегия интеграции в Евросоюз это была попытка примирить те народы и страны, которые враждовали между собой, дать им общую позитивную перспективу. А Россия наоборот. У России стратегия прямо противоположная. Раздувать эти конфликты. Вот мы вспоминали про Черногорию. Там именно Россия провоцировала внутрирелигиозные конфликты. Там активно действовали российские спецслужбы. Это задокументировано. Ловили российских шпионов просто за их грязной работой в Черногории. Они провоцировали возобновление конфликтов в Боснии, где была, может быть, самая драматичная, даже трагичная фаза войны в Югославии. И вот теперь Косово и Сербия. Большинство, абсолютное большинство аналитиков, в том числе даже в России, не имеют никаких сомнений. Именно Россия стоит за вот этой жесткой агрессивной позицией Сербии. И подталкивает Сербию к военному конфликту в Косово. И то же самое. Сербия, как и Венгрия Орбана, она тоже пытается, знаете, какие-то вот эти старые имперские комплексы демонстрировать. Стремление как бы восстановить Великую Сербию, не считаясь новыми политическими реалиями. А Россия это использует в своих интересах. Для России очень важно создать как можно больше зон нестабильности и в Европе, и в целом в мире, чтобы отвлекать внимание от их войны против Украины. Но все эти провокации России, нарушение всех уставов и правил международных организаций, конечно, совершение российской армии невиданного количества преступлений против мира и человечества. Резонно поставили вопрос о присутствии России в Совете Безопасности ООН. Этот вопрос поставила Украина, и сейчас им задаются в цивилизованных странах. На каком основании там присутствует сторона-террорист и при этом пользуется правом вето? Как исключить Россию? Ваш прогноз, Владимир, удастся ли вычеркнуть России из Совете Безопасности ООН, так как она сама себя буквально назначила преемницей СССР в этом высоком клубе? Нарушил устав. К сожалению, об этом вот много сейчас пишут и говорят. Я участвовал в инициативе общественности украинской и международной общественности с требованием лишить Россию права членства в ООН, поскольку процедура вступления в ООН была нарушена. Те же, кстати, новые государства, образованные в результате распада Югославии, проходили через классическую процедуру. Конечно, да. Да, они прошли через голосование Генеральной Ассамблеи ООН. В России нет. К сожалению, тогдашнее руководство ООН и некоторые западные страны закрыли на это глаза. Я думаю, это была очень серьезная ошибка. Сейчас не будет одномоментного результата. Будут сопротивляться и Россия, которая имеет право голоса пока еще в Совбезе ООН. Китай тоже, исходя из своих интересов, тоже не будет заинтересован. То есть, по сути, это вопрос политической воли, да, участников Совбеза? Не только. Не только. Это, естественно, вопрос политической воли, но, мне кажется, ситуация меняется. Обращу внимание, наше Министерство иностранных дел выделило эту инициативу официально после визита президента Зеленского в США. Вот у меня такое подозрение, что в США этот вопрос тоже обсуждался во время визита нашего президента в США. И, может быть, согласовывалась тактика дальнейших действий. Я убежден, что, может быть, не сразу, не одномоментно, но в результате нашей победы в нынешней войне против российской агрессии, вот именно в результате этой победы, будет измененный статус России в ООН. Это будет решающий фактор. А сейчас начинается подготовка политико-правых предпосылок для такого решения. Сначала дискуссия. Главное, заявить эту инициативу, начать ее продвигать. А результат будет уже по ходу военных действий, в результате изменения ситуации и внутри России, и в результате изменения ее влияния в мире. Так что я убежден, сейчас лед тронулся, вспоминая классика. Результат будет несколько позже, но он будет обязательным. Да, ну, Путин придумал свой клуб накануне, клуб «Властелинов колец», на неформальном саммите глав стран СНГ, подарил президентам дорогие новогодние колечки. Как это расценивать, Владимир? Это, не знаю, похоже, что это был, как мне показалось, подарок на прощание. Ну, можно и так это расценивать. Знаете, я так тоже с иронией это воспринял. Путин не может сохранять единство стран СНГ. Ведь сейчас рушится влияние России во всех структурах, которые создавались Россией на просторах СНГ, на постсоветском пространстве. Кризис очень сильный, его ДКБ. Евразийский союз переживает огромный кризис из-за санкционного режима. Ну, плюс из-за политических противоречий, которые там усиливаются. Ну, и ряд других организаций постсоветских. И СНГ давно уже это бледная тень того, что создавалось в результате такого мягкого развода СССР. Только Лукашенко сказал, да, я согласна. Да, да, да. Путин не может удержать единство этого неформального клуба. Он его сохраняет именно как неформальный клуб, где можно как бы себя показывать как некого лидера постсоветского пространства. Но история с кольцами, она очень символична. Я это так, в шутку называю, окольцевал. Попытка окольцевать была со стороны Путина. Но заметьте, надел кольцо только Лукашенко. Я же говорю, только он сказал. Готов быть окольцованным был только Лукашенко. Все остальные проигнорировали. Еще один очень показательный внешний эффект. Вот есть же видеокадры. Выступает Путин. Очень своеобразное выступление. Как его слушали? Слушайте, выражение лица участников этого саммита, даже у Лукашенко, но это лучшая иллюстрация. Есть выражение body language, язык тела. Я бы вот тут сказал, это язык выражения лиц, лидеров стран СНГ. Ну, они просто, ну, кто-то там изучал, что на потолке. Кто-то там смотрел свой ноутбук, они не слушали Путина, они отбывали номер. Вот это тоже иллюстрация нынешнего состояния СНГ и их отношения к Путину. Вы тоже, согласитесь, могли бы и просто не приехать. Ну, вот тут у каждого свои резоны. Они не хотят полностью рвать. Они все-таки боятся России. Понимаете, Россия это такой сейчас ослабший, раненый медведь. Но медведь с когтями, с зубами. И если Украина показала готовность сопротивляться, и мы показали свой потенциал не просто для сопротивления, а можем побеждать россиян, остальные боятся. Боятся зависимость. У кого-то экономическая зависимость, у кого-то, как у Армении, экономическая и политическая. Но Армения уже не скрывает, например, своего критического отношения к тому, как, например, ведут себя путинские миротворцы. Ну, а остальные кто-то заигрывает немножко, но все уже чем дальше... Где-то по привычке, наверное. По привычке приехали, да. И на самом деле... Ну, это так. Скорее, знаете, мы тебе отдадим долг вежливости, чтобы ты нас не трогал. Но при этом они это уже воспринимают просто как инерционное действие. И просто как некий элемент страховки. Страховки от путинской агрессивности. Но все, почти без исключения страны СНГ, даже, кстати, и Лукашенко, все дистанцируются. Все стремятся усилить свою, ну, хотя бы относительную... Не, ослабить зависимость от Путина и усилить собственную независимость. Потому что это вопрос выживания. Все понимают, главные угрозы сейчас на постсоветском пространстве исходят именно от Путина. Просто мы этим угрозам сопротивляемся на поле боя. Они их пытаются нейтрализовать таким, ну, скажем так, чисто дипломатическим заигрыванием с Путиным. Но при этом смотрят на сторону. Кто на Китай, кто на Турцию, ну и в другие стороны. Главное, как бы, держаться подальше от Путина, чтобы было меньше рисков от этого русского медведя. Что ж, спасибо, Владимир. Владимир Фисенко был в нашем эфире, политолог. Спасибо, до свидания.